Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать вот такую вот вкуснятину. Это ромашки. Ромашковое поле будем есть ромашки. В общем, это котлета. Давайте вот так вот вблизи вам покажу. Котлета куриная. Я люблю именно куриные котлеты. Сверху сыр и сверху еще здесь у нас кукуруза и оливки. Пробовать буду впервые, но я даже не знаю, как есть палочками. Или все-таки лучше будет вилка, потому что ем в первый раз. Но мне кажется, очень классно смотрится. Даже, знаете, выглядит как десерт. Кукурузу консервированную я вообще обожаю. Поэтому я думаю, что мы подружимся с этим десертом. Нет, так не получается. Может, вот так. Сыр твердый. Сверху вообще супер. Выложила в инстаграм. Инстс-историю. Все сразу начали писать, что давай-давай-давай снимаем. Вкусно. Прям все в норме. И соль. Вкус оболденный. Вы хотели разнообразие, получайте разнообразие. Кстати, ребят, у меня к вам будет просьба. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но я очень прошу вас поддержать Дашу. Ее канал Дашук. Я вам ссылочку оставлю внизу. Она моя родственница. И одно время она не снимала видео. Поэтому ее канал конкретно не выходит в рекомендации. Если вы ее раньше смотрели или собираетесь найти интересного мукбанкера, то ссылочка внизу. Переходите, смотрите. Уверена, что вам понравится. Я сама Дашу смотрю. На фоне ее дочка. Прям атмосферно. Даже очень. Две штуки зашли. Ой, как пошли. Один вопрос. Набрал кучу просто лайков. А я его, оказывается, под одним видео даже не увидела. Ребята, я еще раз хочу отметить, что не все комментарии я читаю. Иногда бывает такое, что, например, видео я выложила. И по сегодняшний день я ни разу туда не заглядывала и не читала. Стараюсь по возможности читать, лайкать. Вопрос задает Анна Украина. Айка, хочу задать тебе такой вопрос, но как всегда в видео не порассуждаешь. Но все же было бы интересно. В общем, очень длинный вопрос. Тут сердечко, ты очень красивая. Спасибо. Огромное спасибо. Вопрос заключается в том, что смогла ли я выйти замуж за парнем, у которого уже есть ребенок. И как я к этому отношусь? Я просто сократила вопрос. В общем, я бы не вышла замуж. И у меня никогда не было опыта общения с женатым. Все почему? Потому что обычно женатые прикидываются неженатыми. И обычно это бывает на сайтах знакомств. Я просто считаю, что это характеризует мужчину. сегодня он бросил одну свою семью. Завтра он может бросить и тебя с ребенком. Поэтому я бы однозначно, хоть вы там будете меня поливать грязью, если я без детей, я считаю, что мужчина тоже должен быть без детей. не дай бог развелась, например, с ребенком, то я выйду замуж за мужчину, например, у которого тоже есть ребенок. И дело тут не в материальной составляющей, что ему там надо алименты платить и все дела. И хорошо, если он эти алименты платит. А если он не платит, завтра ты тоже можешь оказаться в этой же ситуации. Поэтому тут две стороны медали. я никогда не знакомилась по интернету. Всегда в учебных заведениях, не знаю, на курсах, на работе, тут, там. Полно было молодых людей. И не было необходимости знакомиться в интернете. Например, с моим любимым мы познакомились на дне рождения. То есть всегда я знала потенциальных своих ухажеров. Например, я учусь с ним, например, уже 4 года вместе. Я же знаю, есть ли у него дети, был ли он женат и все дела. или в школе учусь, например. Естественно, что парню, которому 17-18 лет, 16, понятное дело, что у него детей нету. Когда он успел? А так к детям я отношусь просто замечательно. Люблю детей. Иногда меня мотивирует жена моего двоюродного брата. У него два ребенка у брата. Его жена все успевает. И готовит, и постирать. Мама иногда ее называет истребитель. Ну, реально. И видео в Ютубе там что-то смотрит, и всех блогеров знает, и погладит, и уберет. Ну, короче, во всем успевает. Еще работает. Поэтому, если мужчина не сохранил семью, то это уже характеризует его с плохой стороны. А если бы мой нынешний молодой человек сказал бы, что у него есть семья и дети, например, экс, то я бы, возможно, даже рассталась бы. Потому что, как можно доверять человеку, который тебе вешает лапшу на уши? у нас с моим был очень большой скандал из-за того, что он не сказал мне о том, что у него есть брат-близнец. Мне это было безумно обидно. И это еще он через месяц знакомства сказал. И еще, знаете, с таким интересным оправданием а ты у меня не спрашивала. А что я должна была спросить? Слушай, у тебя есть брат-близнец или нет? Я недавно вам говорила, да, я разговаривала по телефону с его братом-близнецом. И, блин, насколько похож, насколько похож голос, манера разговора. Знаете, он делает паузу, например, во фразе вот здесь вот и тот же, тоже делает там же. Такой культурный. Короче. Была бы у меня сестренка, я бы толкнулась, голубая ему. Но нету. Суть в том, что мне кажется, если человек тебя несколько раз врал, то уже доверять ему очень сложно. Я считаю, что если не сказал, это почти то же самое, что врал. Я же, например, при знакомстве первое не спрашиваю, у тебя есть дети? У тебя есть жена бывшая? Естественно, что я это не спрашивала. Да и ненормально такое спрашивать. Мне кажется, человек сам должен сказать об этом. вкусно. Как же вкусно, ребят. Особенно сыр, который сверху, он еще с майонезом. Это прям шапочка. поэтому я бы, наверное, рассталась. Я не готова такое принять. это как бабушка, знаете, с таким смехом рассказывает историю, что ее дядя женился на девушке, уже свадьба, все дела. А потом он рассказал ей, что он вдовец и у него семеро детей. Я так смотрю на бабушку, я не понимаю, что здесь смешного, обманули человека. Бабушка с таким юмором это преподносит. Я просто бабушке задаю вопрос, а если бы с твоей дочерью так поступили? И бабушка такая, не дай бог, ты что с моей дочерью? Я говорю, господи, ладно, окей. Поэтому я считаю, что если человек соврал однажды, он может соврать опять. Поэтому надо быть начеку. Обожаю листья салата, самый часто задаваемый вопрос у меня на канале. Вот как раз таки читаю его. Айка, почему ты столько ешь и такая худенькая, стройная? В чем твой секрет? У меня очень хороший обмен веществ. И именно поэтому губы у меня не остаются. То есть у меня они сразу сдуваются именно из-за обмена веществ. У меня этот процесс происходит очень быстро. С одной стороны это хорошо, с другой стороны не очень. Любая косметологическая процедура на мне держится очень мало. в плане того, что я ем и не поправляюсь, это, конечно, большой плюс. Я реально очень много ем. Я бы, наверное, не смогла по-другому, потому что прием пищи это для меня такой, знаете, кайф. Когда я сидела на диете раньше, я чувствовала себя несчастна. съела какую-то вкусняшку. я чувствую себя счастливым человеком. когда следующее видео про уборку и собираешься ли ты дальше снимать этот формат. Если вам интересно, мои хорошие, я с удовольствием могу для вас снять какое-то видео про уборку, мотивашку. Раньше снимала, они у меня очень хорошо набирали. Потом я перестала. Я вообще люблю снимать то, что я люблю смотреть. Я потеял на муку, банки. Я снимаю мук банки. Я очень люблю смотреть видео пустые баночки, декоративки. Обычные пустые баночки я даже не смотрю, мне не интересно. А вот именно сколько у кого закончилось косметики, вот это вообще самое любимое. Всегда смотрю. Особенно перед тем, как лечь спать. какие-то челленджи на 50 на 50. Какие-то мне заходят, я смотрю, какие-то нет. Просто если, например, тема меня не вдохновляет, я не могу снимать. Например, в последнее время постоянно смотрю в видео, как кто-то режет мыло. И мне просто в кайф. Это так хочется снять, но я просто понимаю, что это мне не по формату вообще. То есть, это будет очень тупо, как я на своем канале режу мыло. Неуместно. Проще говоря, неуместно. Ну, если я вижу такое видео, оно мне нравится, у меня сразу идеи надо тоже снять. Или, например, девчонки снимают видео, например, мой парень делает мне макияж. Раньше вот я смотрела эти видео, мне так хотелось самой тоже снять. Ну, просто у меня на тот момент не было парня. Я думаю, братик, приедь, давай снимем видео. Мой брат делает мне макияж. Кстати, насчет мыла. Возможно, это очень даже неуместно, но если вам интересно, как я режу мыло, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, может, я не одна такая больная-то смотрю. Мне просто в кайф смотреть, как кто-то режет мыло. Если у вас тоже есть такое-то, пишите. На этом все. Всех люблю, целую, всем пока. пока.